Рассказ Сердикова, девяносто четыре. Сегодня суббота, прекрасный день, одиннадцатая марта две тысячи двадцать третьего года. Шумит море, и вам это, наверное, слышно, успокаивая своими благодатными звуками. Вот это всё лечит нас, но не то, что нам предлагают в качестве всяких лекарственных средств. Вот откажитесь от этих надуманных побрякушек. Это ещё в лучшем случае, что это побрякушки. А в худшем, они стоят деньги, ваши деньги, и стоят вашего внимания, веры. Вы верите, что они вам помогут. А поможет природа. Её одни звуки только исцеляют, настраивают и задают гармоничный настрой. Вот эти волны, что это? Это то самое целебное, за которым все носятся, как с писанной торбой. Ходят со своими таблетками, их потребляют время от времени, глотая всякую дрянь. Так вот, вам настоящая природа. И надо лечиться больше звуками, чем чем-то другим. Звук, он ведь, ну как, пришёл-ушёл. Я не хочу сказать, что он нематериальный. Чувствуете, как я загнул, да? Вы были уверены, что он нематериальный? Так, колебания какие-то. А на самом деле, это очень плотная материя. И вот эта благодатная, плотная материя облегает вас, пронизывает вас. Вот, это настоящее. Бесценное, дарованное Богом. Вот мы Богом-Богом говорим. Богом. И Он является основой мира. Но вот посмотрите, обратимся к ведической мантре АУМ. АУМ. А. И ведь это же женская субстанция. Это буква и фонема любви. А. Открытость, искренность, восторг любви. А. И вот, пожалуйста, все началось с А. С женского начала. Это как понимать? Как нам Бога на первое место поставить? А. Очень просто. Я же вам рассказывал в предшествующих лекциях. Ну, скажите, что это рассказы. Рассказы Сергикова. Ну, так оно и есть. Рассказы. Это все вот так просто, без всяких там кафедр и графинов и стаканов. Здесь просто все. Бог. Он, конечно, на первом месте. Но АУМ начинается уже, ну, как бы так это, или лучше сказать, еще. 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 Еще и уже одновременно. Потому что вот то, что невыразимо, оно сочетает в себе различные понятия. Неопределенное начало АУМа – это тишина. Вот из тишины рождается АУМ. Он не везде же и не всегда звучит. Он звучит иногда. Да, ваша кошка мяукает и говорит МЯУО или МЯУУ. А вообще-то и так добавьте М на конце. МЯУМ. Получается вот как раз близость к мантре основной. Бог ведь, он, ну, как сказать, редуцировал голосовые, речевые функции кошки. Потому что говорить она не может. Но он ей дал нечто большее. Он ей дал истину. То есть, вот с этими звуками или со своим вечным МЯУ, которое, кстати, очень варьируется до безграничности и до бесконечности. Там всякие интонации. Драматические даже иногда. Он, кот, большой актер и все будет. Он изобразит вам там плач и скорбь иногда. Хотя вовсе он этого и не чувствует. Но он артист. Я еще раз повторяю. Так вот, Бог, он стоит на первом месте. А супер мантра мироздания АУМ начинается с женского элемента. Но мы же говорили. Я вот, наконец, опять возвращаюсь, что на той предшествующей лекции я говорил, что мать в качестве помощницы, она на нулевое место становится. А Бог остается на своем первом месте. Единичка – это вот такой стояк, что называется, вверху стремление. Стрелка вверх, в небо. Ясно, что это отец. Ну, тут никак не спутаешь. Вот. Так что вот на нуле идет А. Это нулевое начало. А не верите? Материнское нулевое начало. Потому что мать помогает даже до того, как Бог свое первенство начнет показывать. Он вообще-то и не покажет вам никогда. Он настолько, ну, артистичен, что ему не до этих вещей, что сказать, я Бог, я все могу. Он и так знает, что он все может. И вы и так знаете. Поэтому он может выступать в самых необычных качествах, быть на самых необычных местах. И вы только дивиться будете, насколько Вселенная играет с вами. Вот когда мы Вселенная говорим, мы же тоже говорим, что это мать, она, Вселенная. Русский язык не ошибается. Он, конечно, изменен сильно, но все-таки не все успели испакостить эти вот орфографические зануды. Не все. Вот. У них, кстати, фамилии почему-то часто иностранные. Это тоже наводит на мысль, а что это вы тут затесались? Это же наш родной, он из души возникает. А вы тут неправильные буквы нам втюриваете. Да я уж помните, говорил, вот всегда это слово корова, оно как бы камень преткновения. Это любимое слово двоечника. Спросите его, как писать? Он скажет, корова. Корова, мы так говорим. Несколько таких куймов, которые говорятся по-другому, нежели пишутся. А как пишутся, это выдумали вот эти вот монстрики с нерусскими фамилиями. Да-да-да, я вот так прямо говорю, откуда корни растут и откуда ноги растут. Оттуда растут, с запада. Вот они пришли тут и начали. Это им интересно, нравится. По-своему все делать. Искажать. Но нам это не нравится. Тем, кто на планете есть основа цивилизации. Мы нашу цивилизацию не дадим в обиду. Она начинается с русского языка. Его топтали-топтали, гробили-гробили. В том числе и этими словарями погаными, где слова пишутся неправильно. Неправильно. И на эту тему мы не будем даже распространяться. Сами, несмотря на то, что ни слова, то обязательно дискрепанностью иметь. Разница между произвешением и написанием. Все время. Только вот слово «свобода» уж казалось бы. Ну дайте вы свободу. Слово «свобода». Ведь мы же говорим «свобода через А». Правильно? Правильно. Ну какой урод, извините, от орфографии. Я тут приводил «го». Зачем? Зачем? А чтобы не было свободы у вас. Вот зачем. Потому что слова реально не порождают эту свободу. Ну слава богу, что нам никто не запрещает ничего говорить правильно. Скоро придут запрещать. Какой-нибудь там этот пикальщик начнет упрекать нас к неправильному произношению слова «свобода». А вот мы пока как хотим, так и говорим «череза». Корову говорим «череза». Потому что она какая? Она коричневая. Но они и коричневые, «черезо» пишут. Эти розентали все. Да-да-да-да-да. А ведь карие глаза, слава богу, пожалели. Да, карие – это тоже коричневый. Но почему карие – «череза», а коричневый – «черезо»? Что это? Кора какая-то. Кора, кстати, мы тоже «череза» говорим. А пишем «черезо». Но ведь она тоже от того же слова. Ну, считайте, слово «кари» от слова «красный» все равно идущее. Это все с красным словом и цветом связано. Понимаете? И вот они это объясняют всякими там чередующимися гласными, которые меняют. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok